всем привет все больше новостей приходит о том что те или иные продукты и товары россия больше не будет производить или сможет производить через много-много лет все больше приходит информации о том что долговременный кризис который будет в россии очень тяжело будет ликвидировать потом очень тяжело будет его пройти но когда и что случится к чему готовятся и как это будет выглядеть конкретного описание мало кто дает поэтому я решил поговорить с экономистом олегом ицхоки это сейчас один из самых уважаемых экономистов недавно получивший престижную премию мы обсудили с ним как этот режим использует экономические ресурсы когда стоит ожидать реального кризиса и как долго он будет продолжаться подробнейший разговор с очень интересным специалистом а вы увидите прямо сейчас не забывайте только поставить лайк подписаться на канал написать комментарии это помогает продвигать эти видеоролики помогает показывать людям в том числе чего им будет стоить эта война и возможно эти люди задумаются и перестанут ее поддерживать и так наш разговор с олегом ицхоки привет олег спасибо большое что нашел время скажи пожалуйста я наблюдаю удивительную ситуацию ну то есть она заключается в следующем значит когда все только начиналось когда начиналась эта война начинались санкции было довольно много и ожиданий по этому поводу и даже паники я бы сказал и много чего еще при том что фактически происходило мало чего ну то есть в моменте теперь мы видим ровно обратную ситуацию ну то есть заводы встают натурально встают ну то есть там кто-то уходил в отпуск до сих пор они остаются в отпуске очевидно что ничего не смогут они запустить ничего не смогут начать компании крупные которые уходили из россии кончается тот период который они обязаны были платить значит деньги зарплаты и прочее прочее цены растут в ну там значит в как это там в процентах инфляции в день и в неделю может быть не таким образом как это было раньше но на ряд продуктов цены мы видим что уже серьезно выросли а при этом как бы по этому поводу особо нет каких-то волнений возмущений и всего прочего и люди как будто бы значит не знаю либо там не понимают изменений либо не замечают расскажи пожалуйста в принципе насколько что-то происходит по вот твоим наблюдениям и в чем это выражается то есть чем мы можем это отследить вот на данном этапе а потом поговорим немножко про будущее но смотри на самом деле как я это вижу из данных и всегда то что ты видишь из данных может отличаться от впечатлений которые есть у людей которые непосредственно живут ходят в магазины видят какие продукты есть какие цены растут но то что мы видим из данных что инфляция была порядка 20 процентов то есть цены выросли очень сильно это так сказать опять же в мирное время цены так не растут а это связано именно с нехваткой каких-то товаров это может как отражать тот факт что уже какие-то производственные цепочки начинают давать сбой так этот факт что просто есть панический спрос на какие-то товары и из-за этого растут цены но это не монетарная инфляция так сказать не инфляция отпечатание денег ее мы еще пока не наблюдаем это это одна вещь кроме наблюдали дальше когда мы смотрим на данные которые ну например анализирует мвф то действительно оказалось что российская экономика она оказалась более прочная вот к текущему кризису что пока не было такого спада который ожидался на то спад несколько процентов промышленном производстве но тут надо понимать что есть много разных сил которые одновременно действуют и в частности значит каких-то отраслях происходит снижение производства из-за там цепочек поставок а в каких-то отраслях просто повысился спрос из-за того что люди переносят спрос с тех товаров которые перестали быть доступными на тех товаров которые производятся и могут быть произведены ну например из тех комплектующих которые были в резерве и в этом смысле то что мы сейчас наблюдаем это комбинация этих нескольких факторов когда кризисные факторы еще пока полностью не доминируют и поэтому ну вот все экономисты когда они давали прогнозы они говорили что до июня месяца есть время когда в принципе острый фаза кризиса может не наблюдаться вот но вторую вещь которую я здесь хотел сказать это то что экономисты немножко думают об этом по-другому они не нас не смотрят на то что происходит сейчас они скорее думают о том как будет выглядеть ну вот равновесие впоследствии когда шоки произойдут и мы пытаемся построить прогноз исходя из того из той точки в которую экономика будет идти да и вот что менялось за последние два с половиной месяца здесь это возможный сценарий событий да то есть например месяц назад был сценарий переговоров еще когда в турции по-моему да были переговоры был такой сценарий что о чем-то договариваются договариваются начать снижать санкции и значит тут был такой сценарий выхода из ну такого полномасштабного кризиса и там попытка восстановления экономики да такого сценария сейчас больше нет из тех новостей которые мы видим а значит ну вот есть вопросы а насколько военными силами удастся удержать территорию российским войскам но нет вопросов относительно политического решения удерживать территорию да и в этом смысле сценарий когда война может закончиться быстро и переговорами и потом будут переговоры о снятии санкций такого сценария просто он перестал существовать поэтому мы перешли к сценарию когда вот война продолжается в том или ином виде она никогда не заканчивается есть какие-то может быть она может становится позиционной войной есть какие-то подвижки на там на фронте но с точки зрения переговоров война не заканчивается санкции никуда не уходят и мы переходим в режим вот таких долгосрочных санкций и это такой медианный сценарий сейчас который мы всегда анализируем очевидно что есть ну там внутри этого медианного сценария есть сценарии неблагоприятные сильно неблагоприятные и относительно неблагоприятные да вот ну вот можно фокусироваться на относительно неблагоприятном сценарии как 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 он выглядит так все условно говоря относительно неблагоприятный сценарий это лучшее ну с точки зрения там тех кто в там руководит российским государством да это лучшее с точки зрения экономики ну вот когда говорят слово структурная перестройка, я правильно его произношу, по-моему, так они говорят, структурная перестройка, то это относительно неблагоприятный сценарий, когда экономика переходит в новый режим функционирования. И мы можем анализировать, как этот новый режим функционирования выглядит. И где есть абсолютный консенсус, тут есть, так сказать, консенсус и официально государственных прогнозов, и там частные инвестиционные банки дают такие прогнозы, и МВФ, в принципе, с ними соглашается, что, ну, вероятно, это спад на 10% в 2022 году. И мы отталкиваемся от этого. Этого спада пока не наблюдается, но дальше весь анализ этого перехода показывает, что сложности будут по нескольким направлениям. И вот это то, что с каждым месяцем будет накапливаться, мы будем это просто кумулятивно, так сказать, наблюдать. И вот если мы будем сравнивать, скажем, я не знаю, август или сентябрь по сравнению с февралем, то это будет видно очевидно. А с точки зрения одной недели к другой неделе изменения не такие большие. То есть это такие кумулятивно накапливающиеся изменения. И вот речь идет здесь о том, что, во-первых, действительно будут нарастать проблемы с цепочками поставок, это одна часть структурной перестройки, а с другой стороны, ну, судя по всему, избежать безработицу не получится в результате такого кризиса. И вот безработица — это то, чего в российской экономике, в принципе, никогда не было. Даже в кризисе 2008-2009 года, когда упали цены на нефть в 2014-2015 году, сильного роста безработицы не было в российской экономике. Было падение доходов. Но вот безработица — это такое, вероятно, будет новое событие. Его сложно прогнозировать из-за этого. Но вот ровно как ты сказал, тот факт, что рабочие места будут закрываться, особенно в сфере услуг, особенно в маленьких предприятиях, избежать этого, кажется, невозможно. И это то, что будет происходить три месяца после начала кризиса. Примерно все экономисты прогнозируют июнь, соответственно, как начало этого. Это относительно благоприятно, это я писал, развитие событий. А как выглядят драматические сценарии? И ты знаешь, ну, давай сначала со сценарием, а потом я задам главный вопрос в этом контексте. Да, ну, когда я говорю про сценарий, это не то, что, значит, насколько успешно будет проходить структурная перестройка. Это, скорее, про внешние силы речь идет. Ну, например, самый главный вопрос — это будет ли эмбарго на нефть в ближайшие месяцы или даже недели, или оно будет в конце 2022 года. В зависимости от этого тайминга будут, соответственно, это влияет на тайминг проблем бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит, скорее всего, приведет к инфляции. Да, то есть он может привести к невыплатам, но гораздо проще, судя по всему, для правительства будет его монетизировать. Поэтому пока нет бюджетного дефицита, это относительно неблагоприятный вариант. Когда появляется острый бюджетный дефицит, это сильно неблагоприятный вариант. Это все вот зависит от экспорта энергоносителей. Во-первых, что решит Европа, как быстро эти санкции накладывать дальше. А второе, насколько можно будет успешно продавать это куда-то в другие страны, с какими скидками, в каких количествах, насколько сильны будут вторичные санкции на, например, транспортировку. Да, это все вот такие неизвестные. Если действительно санкции будут серьезные и вторичные санкции будут серьезные, то это привезет к острому бюджетному дефициту. И тогда это уже будет сильно неблагоприятный сценарий. Второй вопрос связан с тем, насколько кооперироваться будет Китай. И из того, что, ну, во-первых, в Китае сейчас происходит сильная рецессия, связанная с первой волной ковида. Вот они оттягивали первую волну ковида. Сейчас в Китае настоящая первая волна. Они не приняли решение, как еще с ней бороться. У них до сих пор был такой план, который назывался нулевой ковид. Похоже, это больше невозможно. И вот они сейчас принимают решение, и они полностью отличены на, значит, внутренние проблемы, связанные с этой рецессией. Я не знаю, принято ли там принципиальное решение помогать или не помогать России. И то, что мы сейчас знаем из информации, что, конечно, эта война в тех масштабах, в которых начал Путин, это был абсолютный шок. В Китае это восприняли, как некоторые действия нерационального, там, импульсивного контрагента, с которым никто не хочет в таких условиях иметь дело. Но есть другие политические соображения, что есть противостояние США в Китае. Вот они как бы должны принимать это решение. Ну, значит, обложка на экономисте, где Xi Jinping должен принимать решение, пожимать ему руку Путину или нет, она хорошо это показывает, что это такое для них будет неочевидное решение. И пока мы не видим, что там будет происходить. И вот если Китай не будет очень активно сотрудничать с Россией, это второй источник более неблагоприятного сценария. Это тоже большая неизвестная на ближайший год. Дальше включаются уже неэкономические вопросы, такие, насколько будут сильные протесты против того, что происходит, насколько придется включать репрессии и так далее. И это уже самые неприятные сценарии с точки зрения людей в России, естественно. И как это будет, в свою очередь, влиять на экономику. То есть и тут такой замкнутый круг. Если с экономикой все плохо, люди начинают сопротивляться этому, придется, видимо, включать репрессии. И с экономикой все становится еще хуже из-за этого. Ты так говоришь, включать репрессии, как будто они были выключены. Но понятно, что имеется в виду, что масштабные. Я думаю, что ценность человеческой жизни, она не очень высока. В этом смысле это дает плохой нам сигнал. Но, с другой стороны, есть сигнал, когда просто есть еще сценарий, когда просто текущее государство разваливается, у него нет ресурсов для проведения этих репрессий. Я считаю, что это как раз самый оптимистический сценарий, потому что когда мы говорим о вот этих вот других, условно-консервативно-отрицательных, это то, что может длиться годами и десятилетиями. И в этом смысле очень сложно сравнивать ситуацию довольно-таки острого политического кризиса сейчас и потом попытки экономического восстановления страны с ситуацией, когда экономический кризис может быть на 20-30 лет. Ну, условно говоря, такой смесь иранско-советско-северокорейского варианта. Мы не знаем, на что это будет больше похоже. Но это на самом деле как бы не остро, но очень страшно, потому что это длится десятилетиями. И, значит, Россия выйдет из этого когда-то, неизвестно когда, и неизвестно совершенно с каким отставанием от остального мира. При этом не только для самой России, ну и для ее граждан, да, это драматически, но и для остального мира, потому что покуда Путин остается у власти, угроза никуда не девается. Ну, то есть большое количество людей, которых можно там мобилизовать или послать в бой, или ядерный арсенал, или что-то такое, явно не будут там благоприятно влиять на остальные страны. Они все равно будут этого опасаться. И в связи с этим немножко предвосхитил ты мой вопрос, но тем не менее я бы хотел, чтобы мы поподробнее на этом остановились. У многих появляется вопрос, насколько вот те экономические вещи, о которых мы говорим, могут конвертироваться в условное падение режима. То есть понятно, что мы не пытаемся гадать и предсказывать, хотелось бы, но это довольно бесполезное занятие, но в целом механизмы, как оно бывает. То есть есть же какой-то расчет, наверное. И вообще мы довольно давно видели эту риторику про санкции, про все остальное, про экономику, про недовольных, про холодильник, про телевизор. Существуют ли какие-то варианты, что такой рост недовольства, напряжения, экономические проблемы могут привести к схлопыванию этого режима или его, значит, к какому-то концу? Да, но видишь ты, это политологический вопрос, и это не моя специфика. Давай я тебе расскажу про экономические, так сказать, факторы. И мне кажется, экономические факторы, фундаментальные экономические факторы очень сильные. Они заключаются в том, что от этой войны проигрывает каждый россиянин, без исключения. То есть тут нету противодействия элитам, неэлитам. Вот реально от этой войны проигрывает каждый россиянин. Это самый сильный фундаментальный фактор. Значит, до сих пор не все это чётко осознают, но что самое интересное, что как раз элиты осознают это очень хорошо, какая-то экономическая катастрофа, какая-то опасность для них и какая-то потеря благосостояния для всего населения. Более массовое осознание этого будет происходить со временем, к сожалению. Тут нужны месяцы, иногда годы. Но вот фундаментальный фактор заключается в том, что от этой войны проигрывают все. Второй фактор заключается в том, что Путин, оставаясь при власти не сможет отказаться, как ты сказал, от этой войны. Это его, то, что называется легоси, это его наследство, то, что она оставит. Он не может не её остановить и перейти к переговорам, из-за, значит, вот это политический проигрыш, который будет сложно пережить. Ну и, соответственно, и продолжать её приводит к огромным издержкам для страны. И поэтому, скорее всего, это сойдёт на какой-то вялотекущий конфликт. И вот когда ты сказал относительно остального мира, то остальной мир на самом деле на время, мне кажется, решил не пытаться что-то делать в России. И это слишком дорого, ну, с точки зрения риска. Мне пытаться делать в каком смысле? Ну, с точки попытки изменения режима, например. То есть помогать россиянам, остальной мир не будет. Он оставит это. То есть он будет, когда произойдут политические изменения, но до этого цели ставят, чтобы выручать из этой ситуации людей, которые живут в России. У остального мира такой задачи нет. То есть цель – изоляция. Ну, то есть просто максимальное отрезание всех возможностей. Да, насколько я это понимаю, что решили, что путь наименьшего сопротивления – это не только изоляция, но и истощение. Вот это очень важно. И в этом смысле, когда ты говоришь, Россия остаётся угрозой, ну, вот, значит, это должна быть изоляция плюс истощение, чтобы минимизировать эту угрозу, да. И в этом смысле, значит, силами украинской армии происходит истощение армии российской. Финансовые санкции забирают ресурсы финансовые. И поэтому, ну, вот, идея такая, что это может быть на десятилетие история, когда у России просто не будет ни финансовых, ни военных ресурсов после этой войны начинать какие-то другие авантюры. Вот. И в этом смысле для остального мира, да, это неблагоприятный исход. Но это тот исход, который вот сейчас выглядит наименее рискованным и затратным. Это вот такая изоляция, ну, как вот Иран изолирован, как Северная Корея изолирована. И это трагедия для России, на самом деле. Это, как я считаю, это то, где интересы остального мира и России сильно расходятся. А интересы остального мира и России совпадают с точки зрения того, что политический режим в России должен измениться. И тогда Россия сможет стать, ну, заново партнёром западного мира. Это тот путь, который изначально, с начала 90-х был благоприятный в первую очередь для России и во вторую очередь для остального мира. Но для остального мира тоже это было очень важно, интегрировать Россию. Это, к сожалению, не произошло. Но вот какая-то, как эта попытка будет второй раз когда-то. Мы просто не знаем, когда, сколько десятилетий на это может уйти. Но пока, мне кажется, с точки зрения остального мира, условно говоря, такое решение. Но ситуация меняется, естественно. Это всё может меняться. А если мы вернёмся в Россию, что это означает? Ну, вот есть такой набор вот этих фундаментальных факторов, что помощь ниоткуда не придёт извне. Всё будет зависеть от некоторой координации россиян на разных уровнях, на самом микроуровне, на уровне элит. И когда, ну, например, я общаюсь с людьми, так сказать, условно говоря, экономических, финансовых элит, бизнесменов, они всё прекрасно понимают. У них нет никакой иллюзии. Они видят ограниченный набор действий, которые они могут сделать. Но чёткое сознание вот этого тупика или там, я не знаю, можно сказать, пропасти, в которую движется Россия сейчас, оно есть практически у всех. У всех, по крайней мере, с кем я общаюсь. И в этом смысле это исключительно вопрос координации. И вот когда ты задаёшь вопросы, ну вот, что происходит, когда есть вот такие фундаментальные факторы, вопрос в том, смогут ли люди, которые в больших количествах недовольны направлением, куда движется страна, смогут ли они скоординироваться. И вот одна вещь. Вот действительно, если мы посмотрим на историю последних двенадцати лет, где был успешен Путин. Он был успешен вот ровно в одной вещи. Он разрушил, со своей точки зрения, он разрушил механизмы координации между людьми. Это катастрофично для страны, но с его точки зрения, вот из тех задач, которые он ставил, он вот одну задачу выполнил – разрушить социальные контакты между людьми. Вот то, что называется гражданским обществом, можно назвать. Но это вот механизмы социальной координации, без которых никакие политические изменения не происходят. Их сейчас просто нет, мы можем констатировать. И, значит, вопрос дальше для людей, которые живут в России в первую очередь, ну и для всех, кто как бы именно сопереживает россиянам, это как наладить эти механизмы социальной координации между людьми, чтобы мнение россиян опять смогло иметь некоторый, ну, некоторый эффект на направление, значит, страны. Они, значит, вот сейчас что происходит? Они, мы, я не знаю, как это сказать. Но да, вот люди, которые живут в России, утратили какой-либо контроль над своей судьбой, над тем, куда движется Россия. Это, на самом деле, источник этой катастрофы. Ну, не то чтобы утратили, скорее забрали, но да, эффект один и тот же, какие бы слова мы тут не подбирали. Вновь предпрямую попытку захода, значит, уклончивый ответ, но немножко в другом ключе. Мы понимаем, что оптимальная точка, в которой сходятся интересы россиян, западных стран, Украины и остального мира, это, конечно, падение путинского режима, да, потому что другие страны получают безопасность, россияне получают там субъектность и возможность вообще жить, существовать. Точнее, наоборот, жить, не существовать, выживать, а именно жить, ну и прочее, прочее, прочее. И мне бы хотелось понять, как экономически устроен путинский режим. В каком смысле? То есть мы видим, что политически это история про штыки, то бишь репрессии, возможность подавления в случае какого-либо недовольства. И пропаганда на два столпа. И то, и то довольно недешево. Ну, то есть, да, можно экономить на бюджетниках, можно экономить на ветеранах, можно экономить на дорогах, на больницах и на всем остальном. Но в условиях экономии на силовиках, военных и пропаганде есть возможность утратить вот, собственно, те основные поводья, с помощью которых и управляется это все. Скажи, пожалуйста, для функционирования этих трех блоков насколько много нужно ресурсов и будет ли по этим ресурсам нанесен удар в результате нынешних санкций и экономического будущего кризиса, который ты описываешь? Ну, ты задаешь сложные вопросы, давай разберемся с тем, с чем мы можем. Самый последний вопрос в некотором смысле простой. Мы просто смотрим, что происходит с бюджетным дефицитом на данный момент. Если бюджетного дефицита нет, а его сейчас нет, на самом деле сейчас профицит бюджета, это означает, что ресурсов больше, чем достаточно с точки зрения финансирования и там репрессивного аппарата, и пропаганды. И в этом смысле санкции пока не начали иметь свой эффект. В частности, это связано, что не было санкций на экспорт существенных, и цены на нефть сильно выросли. И, значит, соответственно, экспортных доходов больше, чем хватает. Но очевидно, что вопрос стоит, закончатся ли бюджетные деньги в этом году или в следующем. Он не стоит, хватит ли этого навсегда. И вот дальше, как раз когда я говорю про финансовое сдерживание режима, это поставить режим в условия, когда свободных ресурсов вообще нет. Когда надо, значит, начинать экономить и выбирать. Ты экономишь на пенсиях и зарплатах в государственном секторе, условно говоря, учителям, врачам и так далее. Или ты начинаешь экономить на выплатах репрессивному режиму, значит, людям, которые работают в репрессивном аппарате и людям, которые работают в пропаганде. Это будет сложная задача. Пока вот такая сложная. Вот на данный момент она пока остро не стоит. Вот. В какой-то момент она встанет, и это некоторая развилка, которую просто сложно прогнозировать. Значит, ну, потому что, условно говоря, из тех вариантов, которые мы наблюдаем, есть вариант Венесуэлы, да, где люди потеряли огромную долю своего благосостояния, но изменения режима не произошло. И, значит, вот режим, опираясь на репрессивный аппарат, может удерживаться даже там при падении благосостояния в два раза населения, да. Такое возможно. Но это не означает, что такое должно происходить. Ну, насколько я понимаю по Венесуэле, извини, может быть, ты меня поправишь как раз, но, во-первых, это территория и количество населения, а во-вторых, это что, насколько я понимаю, военные продолжают извлекать прибыль из наркотрафика. И это в свое время почему военные встали на защиту действующего режима, несмотря на то, что Америка пыталась там, говорят, их и перекупать, и все остальное, потому что просто они контролируют наркотрафик, который продолжает приносить им ресурсы. И за счет этого у силовиков нет большого недовольства с точки зрения там, собственно, уровня жизни. Да, совершенно справедливо ты говоришь. Именно из-за этого мы не можем экстраполировать с одной стороны на другую. Страны сильно отличаются по своей структуре. В частности, в латиноамериканских странах всегда была высокая роль военных. А в Советском Союзе и вот в России историческая роль военных очень низкая. Соответственно, военные не участвовали в политическом управлении страны и никогда не было военных переворотов. То есть это огромное отличие. Соответственно, до того, как в России возникают проблемы с бюджетом, соответственно, нет этой вилки. Не надо принимать это решение. Когда начинает появляться проблема с бюджетным дефицитом, какие-то решения будут приняты. Мы не можем сейчас сказать, как они будут сравнивать политическую сообразность одного решения и другого решения. Дальше, что важно сказать, что политический режим, когда я говорю Путин, это некоторый условный Путин, который состоит из некоторой коалиции. Мы не знаем, сколько человек на самом деле. Это 4 человека или 12 человек. Но есть, условно говоря, некоторая партия войны. И действительно есть, где весь мир согласен, что Россия единственный случай, когда можно вести переговоры экономические о снятии санкций, если действительно будет четко понятно, что партия войны больше не у власти. То есть это означает, что это не только Путин не должен быть у власти, но еще некоторое количество людей, которые четко показали свое ассоциирование с этой войной. Дальше у всех остальных будет возможность свалить эту войну, сказать, что это виноват Путин и некоторое количество его окружения, он заставил всех остальных репрессивные машины, и что вот эти другие люди из элит не входят в партию войны. Это действительно здесь, где есть некоторые согласия между всеми агентами, кроме небольшой группы людей, находящихся сейчас в Кремле. Дальше для России, что принципиально важно, это, конечно, изменение режима на режим другого типа. И вот гарантии этого совершенно нет. То есть партия войны может уйти, но режим может принципиально не измениться. И он может принципиально также полагаться на репрессии и пропаганду. С точки зрения россиян, конечно, принципиальная задача — это изменение качества этого режима, чтобы этот режим в какой-то степени стал репрезентативным, чтобы он как-то отражал желания людей, населения в стране. И эти изменения… Люди перестали иметь вот этот вот эффект на принятие решений. И тем, кто живёт в России, необходимо вернуть свою возможность, как ты сказал, субъектность. Это совершенно другая задача. Это задача другого уровня, чем отказ от партии войны. Её придётся решать как раз россиянам. Но третья вещь, которую я хотел сказать, это то, что, к сожалению, экономический спад уже заложен. То есть сейчас нет никакого действия ни экономического, ни политического, которое может избежать этот спад. Мне кажется, принципиальная разница состоит в том, этот спад будет длиться годами и десятилетиями, или у России будет шанс начать перестраивать свою экономику заново в более ограниченном периоде времени. Вот когда мы обсуждаем, это не то, что вот сейчас можно как-то будет полностью решить экономические проблемы быстро. Это будет существенная уже структурная перестройка другого качества, выход из этого кризиса. И это как раз то, на что можно смотреть с оптимизмом, что это может быть действительно после этого кризиса построение новой экономики, которая не полагается ни на репрессивный аппарат, ни на пропаганду, в которой этих секторов просто не будет, или они будут намного меньше, а наоборот полагается на малый и средний бизнес, который будет восстанавливаться, вероятно, довольно-таки быстро после этого. Ну в этом смысле нам Путин немножко помог, в том смысле, что российская экономика последние много лет имеет в себе очень большую коррупционную составляющую, и сам факт отказа от этой коррупционной составляющей окажется, что деньги там намного эффективнее просходуются и все остальное, и вот этот вот спад экономический, который будет в абсолютных показателях, возможно, относительно для человека. Условно говоря, качество дорог в худшую сторону вряд ли изменится, потому что убирая коррупционный налог, мы сможем смотреть возрождение, но это мы забегаем сильно вперед, у нас пока идет война. Я просто забавлю здесь, что вот это получение некоторой репрезентативности российским населением, влияние на политику, оно должно тоже быть сопряжено, конечно, с изменением коррупционной структуры экономики, и это, конечно, будет большой толчок для экономического роста. В этом смысле хороший пример — это Восточная Европа, как развивалась Восточная Европа последние 30 лет, и, значит, ну вот в некотором смысле нету таких новостей оттуда, что можно за пять лет стать богатой страной. Это занимает дольше то, что мы видим. Но при этом у них действительно и политические институты, и экономические институты изменялись, если вот брать интервалы десятилетние, то они изменялись в правильном направлении, они становились больше похожи на эти институты, как они работают в Европе. И то, что мы видим, это сопровождалось вот на горизонтах таких уже 20 лет, мы видим, с каким экономическим ростом это сопровождалось. Многие люди сильно удивляются, но вот Румыния уже три примерно года назад обогнала Россию по среднему ВВП на душу населения. Но что тут надо понимать, что Румыния, значит, вот если сравнивать Бухарест и Москву, то может показаться, что Москва живет намного богаче. Но Румыния намного более равномерно развивающаяся страна, в которой нет такого неравенства. Поэтому даже если средний доход выше, то это означает, что медианный доход, доход среднего гражданина Румынии намного выше дохода среднего гражданина России. И вот это тот некоторый сценарий, на который можно ориентироваться. И это означает, что восстановление экономики возможно, но просто занимает время, это не произойдет единомоментно. Скажи, пожалуйста, возвращаясь из будущего в настоящее, или точнее в будущее, но не сильно забегая вперед. Все-таки то, что будет происходить ближе к лету. Как бы ты это охарактеризовал? Ты расписал разные сценарии, но какой из них с твоей точки зрения наиболее вероятный? Как бы ты это охарактеризовал? И какие там магистральные процессы сопротивления этому мы увидим со стороны государства? Что там, я не знаю, плановая экономика? Ну, там не плановая, в непосредственном смысле. Да, но вот с переходом больше под госконтроль банков, предприятий, импортозамещения и все на свете. В общем, расскажи, как ты видишь ближайшее будущее, которое ждет Россию? Вот эти вот все академические вещи, которые ты описал, в более простом преломлении, с чем столкнутся жители России, в том числе те, которые аполитичны и не особо даже следят за всем происходящим. Да, но я не уверен, что это более простое объяснение этого. Все равно будет такой академический взгляд, как экономисты видят и строят прогнозы. Значит, опять же, мы отталкиваемся от того, куда двигается Россия. Будем, ну, условно говоря, говорить об этом условно-пестимистическом сценарии, который, мне кажется, ну, самый вероятный, наверное. Что происходит в России? Если описать это кратко, это будет импортозамещение с технологическим регрессом. И это уже, как бы, мне кажется, устоявший сейчас термин. Это обсуждают даже в правительстве, там, условно говоря, такие термины используются. И вот тут надо понимать, что это необычное импортозамещение, которое использовалось, скажем, в латиноамериканских странах. Но с точки зрения экономистов, стратегия импортозамещения вообще в целом выглядит довольно неэффективной. Но иногда такую стратегию использовали, когда ее использовали. Когда, условно говоря, импортировали оборудование, импортировали технологии, но начинали производственные процессы внутри страны. То есть они импортозамещали производство конечных товаров, но при этом используя технологическое оборудование, технологии, там, заводы и машины, которые они импортировали из развитых стран. Это вот так, как происходило импортозамещение в Латинской Америке. Поэтому, когда говорят про импортозамещение сейчас в контексте подстройки к этим санкциям, то это совершенно другой процесс. Потому что в первую очередь будут ограничены технологии. И если какое-то количество конечного производства уже и так давно было в России, то многие компоненты этого производства, именно технологические компоненты, какие-то наиболее сложные детали и компоненты этих продуктов импортировались. И вот что сейчас будет происходить, это перестройка на экономику, которая сама учится заново производить эти высокотехнологические продукты. Значит, естественно, этой технологии просто нет. Её получить быстро невозможно. И из-за этого связан вот этот структурный сдвиг на более примитивный уровень технологии, с которой будет сопряжён с падением долгосрочного выпуска именно. Поэтому мы не говорим о том, что это падение на год или на два, и потом восстановление быстрое. Мы говорим, что это переход просто на новый технологический уровень. И вот такого мы никогда не наблюдали. Вот такой технологический регресс, до какой-то степени он, возможно, был в Иране после санкций. Но, во-первых, Иран начинал с совершенно другого уровня жизни и благосостояния, с другого уровня экономического развития. И санкции были более постепенные, чем в России. Поэтому в этом состоит как раз с точки зрения экономистов, не вдаваясь в детали, почему это такая катастрофическая ситуация, потому что это технологический регресс на годы потенциально десятилетия вперёд. Дальше, если спускаться уже больше на микроуровень, как это более конкретно выглядит? Ну, я считаю, что проще всего описать это… Есть вот три категории товаров, на которые можно смотреть. Три категории компонент-продуктов, которые используются. Одна категория, которую произвести легко, просто по какой-то причине их не производили. Я не знаю, насколько это справедливый пример, но вот Матвиенко говорила про гвозди когда-то. Вот можете представить, что просто было выгоднее импортировать гвозди откуда-то, скажем, из Белоруссии. Но из Белоруссии будем продолжать импортировать. Но откуда-то дальше, я не знаю, из каких-то других стран. Это не означает, что это сложное производство. Его можно наладить относительно быстро. Но это занимает месяцы, полугода или год. Вот это то, где структурная перестройка будет иметь такой кризисный характер, что надо будет наладить производство, будет какой-то нехватка каких-то компонент. Но в течение года эти компоненты будут эффективно достаточно производиться в России. Это на самом деле самая простая часть задачи. Дальше есть две другие категории товаров, где компонент технологии гораздо сложнее. Первое — это где технологии просто нет. Это не сложная технология, условно говоря, но её просто нет в наличии сейчас. Её надо будет разрабатывать. Это как изобретать велосипед заново. Условно говоря, это автоматическая коробка передач. Вот это было в новостях. Не знаю, насколько это справедливо, что этой технологии нет. Но нет никаких сомнений, что Автоваз разработает автоматическую коробку передач в горизонтах 3-4 лет. Но это будет дорого, некачественно, неэффективно. И вот эти первые годы автомобилей с автоматической коробкой передач их будет меньше, соответственно. Это вот другая категория товаров. Таких будет много в экономике, которые надо будет учиться производить заново. И дальше есть самая последняя категория товаров. Это технологии, которые в обозримом будущем получить невозможно. Например, производство чипов или, например, производство самолётов. Это вещь, где технологический уровень ушёл настолько далеко вперёд, что это становится просто запретительно дорого разработать самому такие вещи. И, соответственно, тут единственный способ это пытаться искать вот такие серые-чёрные схемы поставки этих товаров избегая вот эти вторичные, первичные и вторичные санкции. Это тоже всё, что будет происходить. Но в целом, когда мы на это смотрим, что это означает? Что будет нехватка каких-то товаров и компонентов, которые нужны в производстве. То есть дальше производство останавливается. Потому что этих компонентов нет. И они станут гораздо дороже, потому что их придётся импортировать какими-то сложными способами, искать контрагентов до тех пор, пока эти контрагенты, я не знаю, в Китае или в Индии не попадут под вторичные санкции. Это как раз то, что мы видели, происходило, например, в иранской экономике. Что это означает для конкретных людей? Ну, это будет отражаться в технологии. С одной стороны, есть технологическое отставание, оно конвертируется в нехватку товаров, которые конвертируются в рост цен. Что тут важно сказать, что это не связано с вот такой монетарной инфляцией, когда печатают деньги. Это связано исключительно с тем, что какие-то товары начнут пропадать постепенно. Резервов этих товаров у фирм будет не хватать или компонентов для их производства. И постепенно чего-то будет не хватать, это будет накапливаться. Это не будет единомоментно происходить. Вот эти нехватки, дефициты будут накапливаться. И условно говоря, если кто-то помнит, как выглядела советская экономика в 80-е годы, это хороший пример этого, что каких-то вещей нет. Учатся использовать то, что есть, что не идеально подходит под какие-то цели и задачи. Но это одна сторона кризиса. А вторая сторона кризиса, как мы с тобой говорили, это всё, что связано с безработицей и падением доходов. И это уже такой скорее кризис не Советского Союза, а кризис такой современной, более рыночной экономики, когда люди теряют занятость, они теряют доходы, они перестают тратить деньги на товары и в первую очередь услуги, которые они покупали. Это приводит к дополнительному спаду в сфере услуг и к дополнительному росту безработицы, пока этот процесс не остановился в какой-то момент. И вот это такое более острое кризисное явление. Если действительно мы с июня начнём наблюдать рост безработицы и падение доходов, то это как раз то, что будет чувствоваться скорее, потому что это происходит быстрее, чем накопление нехватки товаров и продуктов. Спасибо тебе большое за такой подробный анализ. Я думаю, будет о чём ещё поговорить в течение ближайших месяцев. Я надеюсь, что будем обсуждать как раз восстановление России после падения путинского режима, что вот уже в следующий раз это произойдёт, что он пойдёт буквально завтра. Но, значит, возможны и другие варианты. Я тоже очень на это надеюсь. Как я это вижу, это единственный сценарий, который можно назвать условно-оптимистическим. Все остальные в моей категории попадают в категорию пессимистических сценариев с разной степенью кризисности. Плохих и очень плохих. Да, спасибо большое. Спасибо большое, что посмотрели. Не забывайте, что по ссылке в описании есть Патреон, через который можно поддерживать производство новых роликов. Это довольно важно. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok